Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я первый раз с мамой, меня очень беспокоит, что периодически на плачу малыша у меня в груди нарастает невероятная ярость. Я не сочувствую ему, я раздражаюсь, я не трогаю пальцем ребёнка, но бью стену кулаками, могу даже заплакать, чтобы понимать, что это меня выразредило, и потом жуткое чувство вины меня накрывает. Муж работает допоздна, я один на один с малышом. Как более экологично выражается свою злость и ярость, когда накрывает свою злость и ярость и раздражение? Ну, в первую очередь я думаю, конечно, что ситуация, которую вы описываете, она достаточно грустная. грустная, достаточно грустная, в том смысле, что, ну, если, вот если, да, если, до такого дошло, да, условно говоря, если до такого дошло, что вам нужно экологично выражать свою ярость, злость, вот, то есть в данном конкретном случае вы не особо думаете о том, что можно, допустим, как это сделать, чтобы вообще этого не было, чтобы вообще не было злости и ярости, там, и так далее, вот. То есть в данном случае речь об этом нет, это очень грустно, как мне кажется. Вот, потому что такой мой, такой мой, в принципе, на мой взгляд, ну вот то, что вы делаете, то, что вы делаете, в принципе, да. Я имею в виду то, что вы делаете и так, то есть бьете вот кулаком в стен, например, на мой взгляд. Это и есть экологичное разрешение, вот, экологичное выражение, если угодно, ваших эмоций, ваших чувств и так далее, вот. Потому что, ну, вы в данном случае просто переносите, вот, агрессию, да, на стену. Но, ну, понимаете, в чём основная штука? Основная штука в том, что вы в принципе, вы в принципе испытываете разрешение. Почему-то. Вы сами, по большому счету, отвечаете себе на этот вопрос. Вы говорите о том, что я с ребенком все время один на один хожу, вот, и как бы из-за этого мне тяжело. Ну, честно говоря, это более чем нормально, что если вы находитесь с ребенком все время один на один, вот, то вы раздражаетесь. Не вижу здесь ничего аномального. Но обратите внимание, что вы не только, не только не требуете, не требуете, не только требуете от себя, значит, не раздражаться, не видеться, то есть не проявлять естественные человеческие качества, качества, вот, вы ещё и, значит, чувствуете вину. Вот, это она уйдет меня на довольно, как мне кажется, интересную мысль о том, что вы вероятны к себе через чур требовательны и строки. Вероятно, я, конечно, не знаю всех деталей, но, вот, вероятно, вы к себе через чур требовательны. И этот требовательность не позволяет вам адекватно отдыхать. Вот. Отдыхать в любом случае нужно. В любом случае нужно переключаться, если вы этого не делаете, то так или иначе будут трудности, чем вы, собственно говоря, и сталкиваетесь. Вот. Поэтому, я думаю, что вы с ребёнком сливаетесь, и думаю, что именно того, что с ребёнком вы сливаетесь, вам так и трудно. Вот. Необходимо искать возможности, способы для того, чтобы разгружаться, вот, чтобы разгружаться, чтобы отдыхать, переключаться и менять деятельность. Вот. А то, а то ведь, так, ребёнок может превратиться из самого любимого существа, самое ненавистное, вряд ли вам это, вообще говоря, нужно. Поэтому, если вы не любите себя, то сложно любить кого-то. Если вы не любите себя, не заботитесь о себе, принося себя в жертву своему ребёнку, то и ребёнку вы вряд ли научите себя любить, себя любить и себя оценить. То есть, в правильной область вы транслируете ребёнку уже чувство вины. Вот. То есть, ну, вы натурально, вот, в данном случае транслируете ему, что раз, ну, вы испытываете вину, вот, то и, соответственно, ребёнок, так или иначе, вину тоже будет ощущать. Ну, либо, извините, извините, как, как, как может быть по-другому. Вот. Вот. Здесь, вот, всё находится во взаимосвязи. Вот. То есть, вам необходимо говорить со своим мужем, вам необходимо поднимать эту тему, вот. говорить о том, что вам трудно, вам тяжело, вам плохо, вы, там, условно говоря, да, лезете, там, на стену и так далее. Вот. Все эти вопросы нужно необходимо поднимать, вот, и, соответственно, какие-то решения находить. Вот. Самое, что, то, что вы описываете, это, это, такое, вот, критичное, кричащее потребность немножко оставить место для себя. Вот. А вы себя, как мне кажется, упорно заставляете ребёнка любить, вот, а вот заставлять себя любить. Это худшее, что вы можете сделать для себя и для своего деда, если он будет чувствовать, что любят его как-то вот не свободно, а любят его вот по-неотходимости. Так что вам необходимо, в первую очередь, работать с данной агрессией и виной, потому что самостоятельно вы, скорее всего, от этого избавиться не сможете. Ну, потому что вы находитесь в, в кругу, в центре своих, ну, просто представлений о себе. Вот. И, по факту, вряд ли вы, ну, вряд ли вы можете себе самой, вот, позволить какие-то вещи, которые вы не сможете. Да? Вот. То есть вы, ну, увидите, что, вот, ну, что вы себя достаточно сильно обделяете. Вот. Вы увидите, что, так скажем, вы, ну, многим жертвуете для, вот, своего рыбинка. А, как бы, никому хорошо от этого еще не было. Вот. Поэтому, тут вот такой, я бы сказал, аспект. Вот. Логично вы уже делаете, но, на мой взгляд, требуется более, что называется, глобальная работа над, ну, наверное, сказать, над ошибками не совсем. Будет-то корректно. Вот. Наверное, умеетнее сказать о корректировке. Корректировку, наверное, в данном случае. Ну, вот. В принципе, эм, такая история. То, что можно вам сейчас сказать. Вот. Муж, э, конечно, большой молодец у вас, что он работает и все такое. Но, э, поправку на, э, реберки на то, что у вас теперь, э, не двое, да, у вас теперь, э, трое, вот. Вот. Ну, мне кажется, что, поправку на это, э, э, ну, делать необходимо. Необходимо. Вот. Э, э, как-то так. А если вы одна, одна, вот, ну, условно говоря, все время одна, то, конечно, вам будет очень тяжело. Вот это, в принципе, логично. Вот. Правда, постарайтесь увидеть, что вы, вот, себя, э, таким образом, э, несколько, отчаянным образом, да, вот, э, пытаетесь э, защитить, вот, вот, э, пытаетесь, э, ну, себя, так скажем, отстоять, вот, э, и получается это у вас, ну, вот, э, как, как, вот, как получается, вот, как умеете, так это делаете, вот. Так что, работая с, э, чувствами, э, в первую очередь, вашими, да, чтобы лучше понимали, от чего она, например, злость, да, то есть, ну, как, вот, конкретно, в данном случае появляется злость. А, э, ярость, это не злость, это, нет, ну, это уже, ярость, это больше про, про чувство обратное, э, злость, то есть, то есть, ярость, это больше про такую, знаете, э, про потребность в, э, ну, объятия, скажем так. То есть, когда человек, э, 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 э,cosидориус, он хочет, чтобы, чтобы его, э, она, чтобы, как-то вот, ну, поддержали, успокоили, вот, взяли, может быть, вот. Поэтому вы тут все вместе смешивать это вот тоже не очень хорошо, но в данном случае я понимаю, что не особенно вы различаете эти чувства. Вот, хотя они достаточно, ну достаточно важны. Вот. На этом, в принципе, можно, наверное, мой ответ вам лучше, пока что. Вот вам, мне кажется, требуется серьезная работа над собой, потому что в такое положение вы угодили не случайно. Вот. На мой взгляд вы угодили в таком положении. Именно по причине некоторого чрезмерно жесткого отношения к себе. Вот. Чрезмерного взваливания на себя слишком большого количества ответственности. Вот. Забыл о том, что вы человек. Вот. Вы именно что человек. А не машины. Вот. Которые обслуживают риппинг. Вот. Как бы это вот не жестко звучало. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Очень много. Продолжение следует. Продолжение следует...